Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика». О главных новостях региона расскажут мои коллеги и я, Ирина Волкова. Смотрите сегодня. Да или нет? 1 июля – завершающий день голосования по поправкам в Конституции. 10 тысяч в июле родители вновь получат выплаты на каждого ребенка от рождения до 16 лет. Новые правила. Школы Чувашии готовятся к проведению ЕГЭ. 1 июля – завершающий и основной день голосования по поправкам в Конституции России. За 5 дней почти половина избирателей высказала свое мнение. Участки работают с 8 утра до 8 вечера. 1 июля объявлен выходным. Мы должны чтить нашу историю, наших героев, простых людей, которые гибли миллионами. И сегодня молодому поколению, будущим защитникам нашего Отечества, будущим поколениям, мы должны передать ту историю, которая на самом деле есть. И я считаю, что мы сегодня все должны прийти и проголосовать за поправки, за будущее нас, за будущее наших детей, внуков, правнуков. Кроме голосования за поправки, жители Чувашии выбирают проекты благоустройства. В честь столетия автономии сельские поселения республики получат денежные средства в размере 100 тысяч рублей. Сумма поддержки муниципалитетов пока определяется. Безопасность во время общероссийского голосования по поправкам в Конституции будут обеспечивать правоохранительные органы. К работе привлекут и волонтеров. Они наряду с наблюдателями будут ориентировать граждан на избирательных участках. Куда пойти, как не нарушить социальную дистанцию и не забыть про индивидуальный пакет. Все ради безопасности. Все 194 участка на территории города обеспечены волонтерами и будем доводить до людей о соблюдении мер безопасности. Завтра для нас, для всех очень важный день, когда мы завершаем вот этот недельный процесс голосования уже именно на участках. Завтра, мы с вами знаем, нет никаких уличных, никаких выездных голосований, только голосование на избирательных участках. В Центральную избирательную комиссию Чувашии подали документы еще два потенциальных кандидата на пост главы Чувашии. Оба предлагают избирателям свои кандидатуры в порядке самовыдвижения. 61-летний адвокат Николай Коклейкин родился в Красночитайском районе. В прошлом созыве был членом Центра избиркома Чувашии с правом решающего голоса от партии коммунистов. Впрочем, сегодня он ни с какими политическими объединениями не связан. А баллотироваться решил, чтобы... Разворошить это осиное гнездо, чтобы люди не ходили безропотно. Нужно что-то делать. Ну а позитивная программа какая-то у вас есть? У меня программа есть. Расскажите в двух словах. Это почитать можно декларацию от 24 октября 1990 года. Пожалуйста. Шестой возможный кандидат на должность главы Чувашии – 46-летний предприниматель Андрей Ильдеменов, уроженец Чувашии. 25 лет назад он выехал в Москву на учебу, по сей день проживает в Московской области. Занимается образовательной деятельностью и консалтингом. Время пришло. Как говорят, птицы возвращаются назад. Я, как сын Чувашии, возвращаюсь на родину. Чем вы можете быть полезны своей родине? Знание раз, связи с инвесторами два, которые готовы инвестировать в новую обновленную Чувашию. Меня ждут родственники, родители, меня ждут предки, которые здесь похоронены. Поэтому пришло время возвращаться. Сегодня на совещании у временно исполняющего обязанности главы Чувашии обсуждался очень важный для населения вопрос – тарифы на оплату вывоза твердых бытовых отходов. По мнению Олега Николаева, в это непростое время надо искать новый механизм работы всей системы обращения с ТКО. Было принято решение в начале года снижения на 17% тарифа и его повышение в июле месяце на те цифры, которые мы сегодня видим, 20,8%. Конечно же, от такого рода повышение в середине года, тем более, когда сейчас достаточно сложная обстановка для людей, связанная с коронавирусной инфекцией, недопустимо, на мой взгляд. И сегодня мы проговорили возможные пути неповышения тарифов, чтобы их оставить на прежнем уровне. Мы сейчас ведем очень большую работу по организации обращения твердых коммунальных отходов через максимальную его переработку, через раздельный сбор, через утилизацию. Ну и самое главное – выпуск уже готовой продукции для дальнейшего использования. И в этой связи очевидно, что резко снизится тарифная составляющая для населения. Вот в связи с этими направлениями деятельности Кабинета министров и правительства Российской Федерации, мы практически нашли варианты решения для того, чтобы не повысить тариф, чтобы тарифы остались на том же уровне для населения. Я убежден, что в ближайшие один-два дня мы соответствующие юридические решения найдем. И люди будут платить такую же цену, как и платили до этого. На связи с жителями Приволжского федерального округа был представитель президента России в ПФО Игорь Комаров. Мариэл, Мордовия, Оренбургская область. В каждом регионе свои проблемы и вопросы. Президенту Российской Федерации обратилась жительница «АллатРа» Галина Ивановна Ефремова. Вместе с Игорем Комаровым суть вопроса слушали временно исполняющие обязанности главы Чувашской Республики Олег Николаев и главный федеральный инспектор по Чувашской Республике Геннадий Федоров. Галина Ивановна, прошу изложить суть вашего вопроса. Пожалуйста. У нас есть ЦРБ, АллатРская районная больница. Там есть кардиологические отделения, но они не осуществили ни один из них компьютерным томографом. Из-за этого страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями жителей отправляют в Шумерлю, а это в 100 километрах от АллатРской районной больницы. Далеко и неудобно. Да и по здоровью не каждый может вынести такую дорогу. В регионе в курсе проблемы. Установить данный томограф предполагается в здании хирургического корпуса. Здание слегка обветшалое. Соответственно, после изыскания надо разработать проектно-сметную документацию. После разработки проектно-сметной документации, соответственно, ремонтно-строительной работы. Ну а дальше, соответственно, уже установка томографа. В рамках стратегии развития Министерства здравоохранения Республики до 2024 года в АллатРе должен появиться медицинский центр. Это будет высокотехнологичное учреждение, оснащенное по всем современным стандартам. Александр Соловьев, Алексей Зотиков, Павел Редков, Республика. В период пандемии огромную роль играет благотворительное движение. Фонд Перле был создан по инициативе промышленников Чувашии. И как раз для того, чтобы оперативно оказывать поддержку всем, кому это необходимо. Сегодня это медицинские учреждения, где лечат больных с подтвержденным диагнозом COVID-19. Фонд был создан в конце апреля этого года. Его учредителями являются руководители крупнейших организаций Чувашии. На данный момент их основная цель – борьба с коронавирусом. Значительные усилия были направлены на приобретение аппаратов ИВЛ. И действительно в республике их появилось очень много. И хотя и говорят, что их недостанк, но тем не менее их потребность сегодня покрыта. Благодаря усилиям фонда Перле больница скорой медицинской помощи оснащена новым медицинским оборудованием. Для нее закупили 10 аппаратов высокопоточной оксигенации. В обычном режиме работы довольно много пациентов находится на искусственной вентиляции легких, или на пути к ней, или выходят после, допустим, недели или двух, значит, недель нахождения на ИВЛ. Поэтому, конечно же, мы эти аппараты будем применять и в будущем для лечения наших пациентов. Очень ценный для нас акт, акт поддержки, поскольку медикам всей страны и нашей республики в настоящее время очень тяжело. И, конечно же, такая поддержка очень важна. Важна и медработникам, и, конечно же, пациентам. Все приобретенное оборудование после окончания пандемии останется на службе у врачей и позволит оказывать высокотехнологичную помощь больным с тяжелыми диагнозами. А фонд Перле уже рассматривает другие объекты, приложения усилий, необходимые для преодоления последствий коронавируса. Я обращаюсь к своим коллегам, значит, оказать поддержку и фонду нашему Перле. Ваша поддержка, в первую очередь финансовая поддержка, она будет весьма кстати для решения насущих проблем, которые стоят сейчас перед нами. Александр Соловьев, Андрей Спиридонов, Республика. Красная площадь столицы республики стала не только местом притяжения, но и главной темой обсуждения после ее открытия для массовых посещений. Горожане оценили первый этап реконструкции. Оригинально, непривычно для глаза, стильно. Перечень определений можно продолжать. Все социальные сети полны комментариев и отзывов. Я здесь первый раз все смотрела по интернету, а так очень нравится. Все-все нравится, очень красиво. Оценили объект и специалисты. Объект, вы видите, оригинальный, очень красивый. Есть очень много смелых решений, интересных решений. На сегодняшний день этот объект один из лучших, я считаю, в Поволжье, а может быть и не только в Поволжье. И мы можем гордиться тем, что наконец-то в нашей республике, в нашем любимом городе есть такой объект. К сожалению, в последующие дни был выявлен и ряд недоделок. Неустойчивость конструкций, плохое крепление привело к неприятным ситуациям. Исполнитель приводит сейчас все в порядок. Да и жители оказались не на высоте. Вырванные провода, сломанная калитка на детской площадке, испорченное покрытие скамеек. Это результат уже их рук. Есть моменты с вандализмом, на которые хотелось бы обратить внимание. Это все-таки сделано для нас, для людей, для наших любимых горожан. Поэтому и относиться к этим объектам, к этим интересным скамейкам, перголам, детским городкам надо очень, я считаю, внимательно и аккуратно. На территории залива дежурит охрана. Но ведь за каждым гуляющим ее не приставишь. Давайте любить наш город, уважать труд специалистов и отдыхать с удовольствием. Ульяна Пятакова, Юрий Марков, Республика. Как осуществляется контроль качества пищевой продукции, лекарственных средств и медицинских изделий? Есть ли контроль за оборотом природных ресурсов в регионе? Эти вопросы обсудили сегодня на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. За пять месяцев 2020 года в Центре гигиены и эпидемиологии Чувашии исследовали более 5000 проб пищевой продукции. Проверка идет на содержание основных химических загрязнителей, представляющих опасность для здоровья человека. Нитраты, пестициды, токсины, а также на наличие антибиотиков, ГМО и других. В этом году вплотную проверили качество овощной продукции. Протестировали почти 600 проб. И только одна не отвечала нормативным требованиям по содержанию нитратов. Патогенных микроорганизмов не нашли ни в одной пробе. В Чувашии планируют открыть филиал Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории, что позволит снизить расходы на проведение исследований. К тому же появится возможность оказывать услуги ближайшим регионам по сертификации широкого перечня продукции и семян сельскохозяйственных растений. Еще один важный вопрос – ценовая политика в сфере обращения алкогольной продукции. Олег Николаев поручил рассмотреть возможность установления минимальной розничной цены на алкоголь, применив опыт соседних регионов – Татарстана и Мордовии. Этот процесс нам надо организовать таким образом, чтобы обеспечить прозрачность рынка, нормальный, свободный оборот товара, но и с другой стороны, с самого данного, обеспечение качества этой продукции. В том числе, через защиту производителей, прежде всего, отечественных. Ольга Алексеева, Маргарита Мельникова, Игорь Зверев, Республика. 3 июля школьники страны будут сдавать единые государственные экзамены по географии, литературе и информатике. При подготовке особое внимание уделяется безопасности проведения. Готовность Чебоксарской школы номер 24 к итоговой аттестации проверил в Рио главы Чувашии Олег Николаев. Контроль на металлодетекторе уже привычная для всех процедура. А вот измерение температуры, обработка рук антисептиком и рассадка с соблюдением дистанции – новшество этого года. Школьники будут сдавать ЕГЭ по 9 человек в аудитории. Маски и перчатки можно будет снимать. В случае необходимости выдадут дополнительный комплект защиты. Пункты проведения экзаменов оборудованы приборами для обеззараживания воздуха – рециркуляторами. До и после экзаменов будет проводиться обязательная дезинфекция помещений. За соблюдением правил сдачи экзамена будут наблюдать онлайн. Полностью в онлайн режиме. И каждый шорох, каждый разговор слышен. При желании можно проверить, посмотреть. ЕГЭ в Чувашии в этом году планируют сдать более 5500 школьников. Откроются 36 пунктов проведения экзаменов, один из которых – на дому. На базе Чувашского республиканского института образования создан ситуационно-информационный центр, где будут работать 85 наблюдателей. Напомним, что в этом году ЕГЭ сдадут только те выпускники, которые планируют поступать в высшие учебные заведения. Мы все-таки считаем, что в целом мы с нагрузкой этой в этом учебном году справились. Дети получили необходимый багаж знаний. Мы уверены, что наши дети справятся с этими испытаниями и достойно сдадут ЕГЭ. И, конечно, экзамены не обходятся без волнения, как школьников, так и их родителей. В этом случае надо прислушиваться к мнению тех, кто уже прошел через процедуру ЕГЭ. Волновался и волнуюсь. У меня еще впереди двое школьников растут. Пока, конечно, им до ЕГЭ далеко. Благодаря, наверное, и стараниям старших детей, их у меня трое студентов, все сдали благополучно, все поступили ровно на те направления, на которые хотели поступить. И я очень рад, что они на сегодняшний день очень успешно справляются уже с обучением. Всех сегодняшних выпускников мы ждем на предприятиях Чувашии для продолжения своей трудовой деятельности. Готовы сопровождать и в процессе обучения, помогать и соответствующим образом поддерживать, кто выберет для себя будущее место работы предприятия и органы государственной власти Чувашской республики. Сдача ЕГЭ начнется 3 июля и продлится до 23. Подача апелляции и работа конфликтной комиссии будет проводиться в онлайн-режиме. Ольга Алексеева, Татьяна Раевская, Игорь Зверев, Республика. В июле родители вновь получат выплаты в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка от рождения до 16 лет. Напомним, поддержать семьи с детьми в условиях пандемии распорядился президент Владимир Путин. Это уже вторая выплата за последнее время. Она пришлась очень кстати многодетным родителям. В семье Королевых растут три сына. Во время пандемии многодетная семья оказалась в непростой ситуации. Детские сады закрылись, школы перешли на дистанционное обучение. Работы по дому у мамы прибавилось, а вот доходы резко сократились. Я работаю тренером по йоге, тренажерной, фитнесу, все спортивные сооружения сейчас не работают. И, соответственно, я осталась без работы. Я вот уже три месяца, грубо говоря, сижу дома и не получаю никакого дохода. Поддержка государства пришла вовремя. Куда пойдут средства, решили на семейном совете. Получили за всех троих в общей сложности 30 тысяч. Пока часть потратили на, скажем так, обустройство дома. Остальную часть отложили, потому что у нас Миша идет в этом году в первый класс. Соответственно, его надо будет одеть, обуть, собрать, как говорится. Это тоже немаленькие средства. Вот, вторую часть, соответственно, мы ждем. Я бы хотела бы отправиться в аквапарк. А я бассейн хочу. Единовременную выплату в 10 тысяч рублей получат все родители, опекуны, усыновители, у которых есть дети до 16 лет. Это пособие семьи получат автоматически. 10 тысяч выплачивается дополнительно к ранее принятым решениям по ежемесячной выплате на детей от 0 до 3 лет и единовременной выплате от 3 до 16 лет. Для получения этой выплаты гражданам заявление писать нет необходимости. Органы пенсионного фонда по всем тем документам, которые ранее граждане представляли для получения ежемесячной выплаты, либо единовременной выплаты, пенсионный фонд будет принимать решения и будет формировать выплатные документы. Тем, кто пока не обращался за пособиями, необходимо сделать это дистанционно или через отделение пенсионного фонда до 1 октября. Выплату за июнь и июль они получат одной суммой. Наталья Мальчикова, Николай Скворцов, Республика. На Чебоксарском стадионе «Спартак» планируют сделать поле с подогревом. Это позволит увеличить тренировочный процесс на 4 месяца. Поле будет покрыто искусственным газоном. Реконструкция стадиона проводится в рамках концепции «Наследие чемпионата мира 2018 года». Кроме футбольного поля, на нем должно появиться оборудование для занятия легкой атлетикой. Всего на АК «Премонт Спартака» и установку системы теплоснабжения предусмотрено более 41 миллиона рублей. Городской бюджет выделит около 9 миллионов. Реконструкцию должны завершить 1 ноября. Это были новости вторника. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова